Мы на месте. Мы приветствуем Корине. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свой биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь мешает. У нее с ног идет спираль по всему телу. С ног? Золотая, да. Снизу начинается, как подстамент, и вокруг нее полностью закрывает ее. Хорошо, скэннер, выведи эту спираль сейчас. Из Корины отключи ее полностью. Со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами. Эта спираль выходит. Готово. Отправляю спираль в клетку и тюрьму. Корине, откуда эта спираль, вы не в курсе? Она говорит, что не знает откуда, но она ей дышать не дает уже много лет. Сейчас будем разбираться, как она попала в ваше биополе, потому что за ней стоит обязательно какая-то сущность. Даю команду насчет риска. Она расканирует пространство над головой Корине, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэннер сканирует систем тонких тел Корине, находит все. От этой спирали выстраивается прямой канал к ответственным, притягивая в клетку и тюрьму. Стоит в клетке и тюрьме мой заложник. Ну, к спирали золотой джинн притянулся. Золотой джинн, хорошо. Дальше здесь бес. Бес. Красный дракон. Красный дракон. И арахноид еще. И арахноид. Хорошо, начинаем работать. Какой у нас золотой джинн, Вера? 10 560. Золотой джинн 10 560. Я полагаю, золотой джинн 10 560 не будет находиться без контракта в биополе. Совершенно верно. Какую жизнь идет этот контракт, джинн? Не так давно. Всего лишь вторую. Две жизни. Хорошо. Ты с рождения в ней присутствуешь или с какого-то определенного возраста? С переходного. Это 13-14 лет. Понятно, хорошо. 14-15. 14-15 лет. Ну, я думаю, в это время и Калиней почувствовал какие-то в себе изменения. Это значит, джинн потребовал какую-то цену за контракт свой в этой жизни. Идем дальше. Какой у нас бес? 9. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Он какой-то странный. Просканирую его, пожалуйста. Снимаются маски и голограммы. Бес представится гласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает беса. Каналы к другим ответственности связаны, притягивая в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы. Главного актера не хватает. Демон, да, стоит. Какой демон? 15. 15. 15. Хорошо. 15-ти герцовый демон, который прячется под видом беса 9-го. Это интересно. Не прячется, нет. А что это было? Рядом. С кем рядом? То есть он не находится в ее биополе. Он через беса руководит. То есть ты запустил беса и он делает работу? В какой-то момент пошли неприятные вибрации и он оставил беса. Понятно. Сколько ты сам присутствуешь в этом биополе, когда ты вошел? Он показывает, протяжение жизни выходил и заходил, выходил и заходил. У тебя есть контракт. У него тоже контракт. У него тоже контракт. Я тоже увидел. Сколько жизней у тебя контракт этот идет уже? Два? Связана она со мной. Нет. Это третья жизнь. Третью жизнь. Золотой джинс. Причем не только со мной. Многие вокруг нее тоже идут через контракт. Это те, кому она три жизни назад. С кем мы работали три жизни назад? У нас два контракта есть. Какой у нас красный дракон? 18.42. А ты почему здесь присутствуешь? Обучается? Ну, информация, что пусто. Место. Плата есть. А, чисто поэтому. Значит, ты пришел чисто пожрать энергию, да? Да. Интересно было мне, когда привлекались другие силы. Вот это интересно. Расскажи, это не связано с каким-то учением или к обращениям к каким-то специалистам, которые что-то там пытались проводить, какие-то манипуляции с иеродом или очищая кого-то, какие-то души? Это интересно. Обещаю. Защиты нет. Есть какие-то попытки защиты. Это мне интересно. Наблюдаю. Вот за вами наблюдаю. За нами ты можешь наблюдать. Никаких проблем, если ты нас увидишь. Пока мы себя показываем. Но у меня в кармане лежит печать дракона. Если ты хочешь за мной близко наблюдать, то, может, существует такая вероятность. Куда у тебя печать, моя цивилизация? Достаю печать дракона. Если ты хочешь, я могу ее включить. Хочешь, проверь? Нет, он не хочет. Он оглядываться начинает. Он насчет уровень. Вот. Вот такие вещи бывают. Убираю печать. Хорошо. Сколько ты находился в биополе, красный дракон? Чуть больше года. Один год. Плюс. Арахноя, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Около пяти месяцев. Пять месяцев. Вопрос ко всем, кто из вас присутствует в месте, где сейчас живет и спит Корене? Арахноя присутствует. Один арахноя, да? Дракона нет плат? Нет. Ну, в принципе, золотой джинны и демон могут по праву там находиться из заключенного контракта. Я все равно спрошу, у вас есть какие-то подключки в том месте, где она живет? Да, без которой ее контролируют, устанавливают подключки, не только там, где она живет, за пределами. Имеется в виду не только комната, но и весь дом. А, понятно. Коридор, общие места. Ну, у нас нет заказа на чистку ни квартиры, ни коридора, ни дома. Соответственно, я ничего не могу ему предъявить. Начинаем с реверса энергии. В принципе, на этом и работает с демоном, то есть демон разрешает ему пользоваться общественными местами для откачки энергии. Все понятно. Начинаем работать. Даю команду тонкой копии Корене спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственница от чужеродной негативной патогены низкой аббрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Корене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки 50 раз. Пока идет реверс, сканер дай мне полноту души Корене на настоящий момент. 90%. 10% заключены, скорее всего, в контрактах. Итак, Корене, у вас не хватает 10% души. У вас сидит золотой джинн, очень высокого уровня, с контрактом. Как я понял, вторую жизнь сидит. И демон, 15-герцовый, довольно высокий демон, тоже сидит с контрактом уже третью жизнь. Вам что-то известно об этом? Я не могу вспомнить, но мне что-то это напоминает. Давайте уточним, пока идет реверс. Вера, реверс не закончился, продолжается? Реверс идет. Хорошо. Золотой джинн, объясни мне условия контракта, именно ту жизнь, когда она заключила контракт. Что она просила, на каком этапе жизни, когда это было? Демон хочет объяснить, потому что он больше, дольше. Согласен, демон три года, три жизни. Там, где она заключила контракт с демоном, она работала через демона. И демонические силы, магические манипуляции производила. В основном это были мужчины. Именно поэтому мужчины, которые сейчас окружают ее, были задействованы. Как сказал демон, работали с ними через этого демона. Она досаждала им и приносила ущерб в жизни. Да, теперь она сталкивается с ними опять. В следующей жизни душа решила стать мужчиной, чтобы избежать контракта с демоном. Она воплотилась в мужчину на земле. Но мужчина оказался алчным и заключил контракт еще и с джинном. Он много хотел, потому джин высокий такой. Я полагаю, здесь все по праву. У меня никаких нет вопросов к присутствующим, за исключением арахноида. Я даже понимаю интерес красного дракона, который развивается и пытается что-то понять в этой ситуации. Особенно с чистками рода, как я полагаю. Его это должно было забавлять. Хорошо, как у нас с реверсом? Закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Корене забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Корене себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себя обратно. Усилие потоки в 50 раз. Скажи мне, демон, там последние, недавно это было в этой жизни, Корене обращалась к кому-то с просьбой убрать какие-то души нерожденного сына или чистку рода. Ты можешь мне что-то объяснить, потому что я не совсем понимаю, о чем идет речь. Это вообще какой-то результат дало? Или это твои люди были? Маленькие работают. Маленькие работают. Бесы, да? Бесы, он имеет. Я понял, да, конечно. Хорошо. Хорошо. Скажи мне, демон, ты мне дал ценную информацию, меня интересует, есть ли лярвы, биопулю, Корене. Посмотри, пожалуйста, затемнение лярвы. Голова и грудь. Хорошо. Сейчас мы будем убирать то, что осталось. Я тебя вызову, ты уберешь все, что я оставил на своей чистоте. Если хочешь, я могу тебе отдать эти лярвы и эти затемнения. Ты этого хочешь? Он, знаешь, показывает на голову и говорит, что это затемнение, которое у нее на голове. Да. Она знает о нашем контракте. Может быть, не помнит его, но оно идет у нее негативом. Она не хочет его вспоминать, потому что много негатива там было. Если она его отвергает. И память блокирует его, да. Но она помнит. Если она помнит. На подсознательном уровне, она этого напомнит. Конечно помнит. И вот это скапливается у нее. Она знает, что где-то она сделала ошибку. Что это было две жизни до этого. Маск блокирует. Согласен. Маск блокирует. Да, хорошо. Итак, ты хочешь лярвы получить в затемнение? Это что-то кажется. Хорошо. Я расскажу, когда ревер закончится. Готово. Тогда начинаем как раз из демона. Демон, выходи тогда. Снимай все, что я оставил в биополе на своей чистоте. Доложи на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Бес снимет. Пусть бес снимает. Хорошо. У нее руки и ноги, как марионетка, веревки привязаны. Хорошо. Забрал? Да. Можешь забрать лярвы из-за темнения. Бес снимает обе и несет их демона. Демон делится с ним. Умываешь. Ученик и учитель. Хорошо. Итак, золотой джинн. Тебе выходить не надо. Втягивай себя всю пыль. Ничего не забывай. А что она у тебя просила золотой джинн? Две жизни назад. Когда этот алчный... В прошлой жизни просила много. Он хотел много. Это мужчина был, да, конечно, да. Он хотел много. И как его жизнь прошла, вернее, как закончилась, он получил это много, чего он хотел. Получил ли он удовлетворение? Много получил. Удовлетворения нет. Душа не получила удовлетворения. А физическому телу всегда мало. И тут я не могу с тобой не согласиться. Так и есть. Но не всем. Он все забрал. Материально нас привязывает. Красный дракон. Выходи за своими платами. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Снял плату. Арахной, твоя очередь. Выходи. Снимай всю свою паутину. Ничего не забывай. И возвращайся назад. Приступай. Паутину у него голова и даже на глазах есть. За пять месяцев так быстро. Сеточку сплю. Ну это они умеют. Потому что у нее все отдельно идет информация. Объясни. Два действующих контракта. Уже им в свои руки выразила это намерение. Я говорю слухи. И тонкая копия повторяет за мной. Я. Возвращение к контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Один золотой контракт вышел. Другой одемонический. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутри власти моего суверенного я. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Но ей не просто энергия. Часть души возвращается. А что еще? В своих контрактах частички души возвращаются. Да, там 10% не хватает. А человек чистит рот. Готова? Открывая воронку в галактическое ядро. Здесь производим сброс всех этих аннулированных контрактов и договоров. Также отработанных контрактов и договоров. И фантомных контрактов. Один, два, три. Все ушло на переработку. Закрывая печать и растворяя. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию. Корене с золотым джинном, бесом, демоном, красным драконом и арахноидом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Сканар дай мне полноту души. На настоящий момент? 100%. Отлично. Рассинхронизация закончилась. Дай команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печат и растворяя. Готово. Хорошо, проверку все прошли. Арахноид, ты находишься в квартире еще, да? В комнате. В комнате. Я тебе рекомендую добровольно уйти. У меня нет заказа на очистку комнаты. Если ты не хочешь со мной встречаться, собери все тихонечко и уйди, пока открыты порталы. Тебе это понятно? Услышал, да. Услышал. Хорошо, Вера, говори чуть громче. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес и уходит на свою частоту. Закрывая печат и растворяя. Готово. Красный Дракон, ты в доме не присутствуешь в том месте, где она живет, правильно? Нет, не присутствует. Хорошо, ты готова уходить на свою частоту? Готово. Я хочу получить слово Красного Дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. И тут он задумался. Хорошо, открывается. Думался, действительно, потому что почему бы ему не зайти, если она своей душой не распоряжается правильно, не чувствует ее. Хотя бы по той причине, что я никто не приглашал. Если ты хочешь действительно познакомиться с печатью Дракона, попробуй. Но я тебе гарантирую, не забываю. Полуслово. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Красного Дракона. Забирает, что принес и уходит на свою частоту. Закрывая печат и растворяя. Есть. Бес, ты готов уходить? Бес готов уходить, он смотрит на демона. Вас обоих отпускают на одну частоту, демон? Нет, но разные. Значит, тогда контракты аннулированы. Я полагаю, ты хотел еще напомнить о том, что ты будешь пытаться заключить новый контракт. Не так ли, демон? Могу лишь сказать, что я не иду против души. Если душа сама ищет контракт, то я рядом. Ты ее услышишь. Этого вполне достаточно для информации. Открывается внизу два портала. Один на частоте демона, один на частоте беса. Демон забирает, что принес и уходит на свою частоту. Бес забирает, что принес и уходит на свою частоту. Закрывая печат и растворяй оба портала. Готова. Хорошо, золотой джин. Благодарю за информацию полученную. Как ты видишь, контракт мы расторгли. У тебя нет основания больше пребывать в это биополе. Приходить. Поэтому я прошу больше не приходить. Ты меня услышал? Все по вашему желанию. Приятно иметь дело с интеллигентными джинами. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте золотого джина. И он уходит на свою частоту. Закрывая печат и растворяй. У нас спираль еще осталась в клетке, да? Да. Открывая по ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая печат и растворяй. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковой силе было, проявляется. Но здесь, знаешь как, фантом Корене и ее на свою сторону. Тут джин тянет, тут демон в разные стороны ее тянут. Мы можем это сбросить. Да. Открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая этот фантом на переработку. Закрывая печат и растворяя. Переходим на частоту неупокойной и бесплотной души. Здесь есть душа. Выходит душа, идет в клетку. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться. Снимаются маски и голограммы. Неупокоенная душа, представься, согласно своему эфирному коду ДНК. Ну-ка, это имя Лерик. 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 Мы правильно произносим твое имя. Лерик. Пожимать плечами, так его звали. В семье ему пять лет. Ты жив? Твоя жизнь не закончилась? Где твое тело? Давно закончилось. И как давно закончилось? Сколько лет назад это было? 1976 год. И с тех пор ты путешествуешь? Или четвертый. А почему не ушел сразу? Родители переживали. Ну, уже столько лет прошло. Зывали меня и плакали. Сперва с ними жил долгое время. Хотя они меня и не видели. Звали всегда Лерик, Лерик. А в какой стране ты жил, ты не знаешь, не помнишь? Или помнишь? Турция. Турция. Ну, вполне возможно и такое имя. И сейчас ты пришел в ее биополе с какой целью? Он на нее показывает. Он услышал, что мальчика зовут. И прибежал. Очень много у нее жалости. Расстроена она. Мне здесь удобно. Пока с ней. А сколько ты уже находишься здесь? В ее биополе? Ты не первый день сидишь? 183 дня. 183 дня. Послушай, Лерик. Если твоя жизнь закончилась, остается единственный правильный выход и вариант. Это тебе уйти в точку исхода. То туда я могу тебе открыть портал в твой мир, где все, кого ты знаешь и любишь, находятся. Там тебе заправят энергию, у тебя не будет никакой необходимости больше ходить от одного дела к другому. И ты можешь начать новую жизнь. Я могу вернуться сам к себе? Ты можешь вернуться туда, откуда ты пришел. Светлый портал. Я могу куратора сейчас его вызвать или у них связь прервалась? А нет, куратор его ждет на той стороне. Твой куратор тебя ждет по той стороне. Он имеет в виду вернуться сам к себе, он имеет в виду соединиться с Высшим Я. Да, это путь, который приведет тебя к встрече с твоим Высшим Я. Тогда я не против. Открывается светлый портал в Чистилище. 1, 2, 3. Лерик видит этот портал, его куратор встречает. Все, кто его знает и любит по ту сторону, встречает Лерика. И он идет в этот портал. И мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Он зашел в портал, он машет рукой. У него один гольф съехал. Вниз, в сандалии какие-то. Его сбил грузовик. Закрывай, опечатывай, растворяй. Еще одно хорошее дело сделали. Поехали дальше. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Корене, мы закончили Вашу Чистку. Как Вы себя чувствуете сейчас? Привыкаю к энергиям, привыкаю к вибрациям, гармонизации. Я теперь понимаю, насколько гармонизация важна. Гармонизация дает счастье, радость и другие эмоции. Безусловно. Если я удержу эти эмоции, все вокруг становится в других цветах и энергиях. Сбрасывайте каждый день негатив, как мы показали в этом сеансе. Выдавливайте из себя этот шар, открывайте воронку в галактическое ядро, визуализируйте этот процесс. Каждый вечер сбрасывайте весь негатив, который Вы накопили, и он у Вас не будет накапливаться. А так он будет накапливаться. Дело даже не в негативе, а дело в распределении энергии. Потому что если в моей голове всегда есть какие-то негативные мысли, у меня опустошается верхняя чакра, идет боль в сердце, и соответственно идут другие вибрации от меня от самой. Кто-то из интерферентов, или же это была неупокойная душа, правильно сказал про жалость. Теперь я понимаю, что жалость – плохой советчик, а лучшее – это энергии и их гармонизация. Когда ты полон энергии, как и я сейчас, я могу сказать, что я сильней именно изнутри. Не одно мое место, как воля или душа, а все вместе моя осознанность работает по-другому. Это верно. Вы хотите дать совет самой себе, самому биороботу, находящемуся на Земле, куда мы сейчас Вас вернем, или какую-нибудь информацию передать ему? Я получила сегодня много информации, мне нужно это переработать, но главный мой совет – это энергии, которые несут радость. Радость должна присутствовать внутри, иначе жизнь становится пустой и серой. Так и есть. Благодарю Вас за этот ответ. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию коренной в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она заполняется, не заполняется, а заходит, гармонизируется с биороботом, а идут во слово радость и доброта. Про них не надо забывать. Какое бы действие ни делало, с кем бы ни встречалось. Так и есть. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»